Добрый день! Продолжается GTA 4, это канал Максимазо и мы продолжаем. Короче говоря, я тут хотел с Романом потусить, а он что-то перестал на телефонные звонки, что-то не отвечает. Это немного подозрительно, кажется. Ой, я забыл, что я тут машину такси оставил. Это фургон, кстати, фургон Буритто. Который первый фургон, который у меня был, который украли у меня. Так вот, я вернул его. Мне его украли, он вернул. Я его сумел найти все-таки. Но я так и не понял, кто у меня его спер. А тот второй фургон, который после этого появился у меня. У меня, скорее всего, такая теория. Я же на нем приехал на склад, куда меня к мистеру Болгарину заманил Дмитрий. Скорее всего, когда они убежали, они на моем фургоне и скрылись. Вот куда он, наверное, исчез. Вы, наверное, помните последнюю серию первого сезона. Что там было? Ну, в итоге, я первый фургон сумел вернуть на Альфи. Я очень рад, что он целый и невредим. Ну, на самом деле, его можно починить. Ладно. Что там за смс-ка? Опа, не шлифтим. Греетник, это я. Кто я? Не напомнишь? Неважно, давай срегнемся в уже нескольких. Объединенные газеты Волк и Гвини. Ты обязательно должен приехать, пока. Собирался поискать домашнюю порнушку в сети и наткнулся на статью про нашу разработку с китайцами. Все упало в момент. Надо соминить, может, устранить. Фига себе, скорая ездит и сбивает просто других. Ладно, давайте поедем к этой объединенной газете. Посмотрим, куда. Да. Мишель притворялась, оказывается, девушкой. Нико работала под прикрытием. Ну, вот он такой, Мэлори. Нико, я начинаю беспокоиться. Роман прошлой ночью так и не вернулся. Он любит загулять, просто зависать где-то допоздна. Ты же его знаешь. На мою память он так не поступал. Тут что-то не так. А ведь и правда. Он на мой последний телефонный звонок не ответил. Ну-ка, давайте еще раз по-кому позвоните ему. Брюси, Дмитрий, Дуэйн, Элизабетта, Фаустин, Фрэнсис, Малыш Джейкоб, Мэлори, Мишель, Паки, Лейбой, Икс, Роман. Автоответчик, опять он не отвечает на телефонный звонок. Видимо, что-то с ним реально случилось. Интересненькое. Я очень надеюсь, что он... Что с ним в порядке все. Надеюсь, он хотя бы жив. Блин, мне, кстати, нравится вот эта машина. Токсины, которые я сейчас съеду. Прикольные. Токси Романа, скорее всего, пользуюсь... Ну что еще? Нико, с теми ребятами бахами случилось жопа. Элизабетта следит большой срок. Возможно, это она прикончила манину. Ничего себе. Хорошо, что ты с ними недолго ошивался. Это полные кранты. Извини, что тебя хренело. Не волнуйся. Тебе и с Романом забот хватает. До встречи. Да, это точно. Почему номер Фаустина, интересно, так и не исчез с контактов телефона? Фаустин уже давно мертвый. А вот Дмитрий Расколов чувствует себя легко и свободно до сих пор. Руководит русской мафией вместо Михаила Фаустина теперь. Взял его, предал, убил и занял его место. Вот, зараза. Сейчас он столько сей солдат набрал, что я пересчитать с их не смогу. Да что ж это такое, а? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прости, что я тебя обманула, конечно... Ты хоть и в некотором смысле отличный парень... Лучше, чем те придурки, с которыми я обычно встречаюсь... Ты испорченный... Это точно... Пошли... Я сказал... Повышение? Флагшлок? Салют? Сюда! Иди в жопу! Меня повышают, у тебя нет! Нет! Какого черта мы тут делаем? Нам надо кое-кого встретить, заучить заманчем... Знаешь, мы вам с уверенным братом пошли гурбать? Федералы взялись за дело... Смотрелся... Как скажешь, Мишель... Или как там тебя на самом деле зовут? Меня зовут Карен... Интересно, ты значит... Числишься шлюхой при правительстве... Не знаешь... Нравится ясность таких делах... Моя совесть чиста... Тебе очень повезло, конечно... Сюда, офис 396... Вот и он... Вижу, спасибо, Карен... Эй, выше нос... Ты отлично справилась... Тебе благодарность светит... Если ты, конечно, придаешь значение куда-нибудь... Спасибо... Что ж, мистер Беллик... Богатый досье... Богатая история... Откуда вы? Из ФРБ? ФРБ? Я похож на гомосексуалисты? Думаешь, меня волнует размер твоего прибора? Что ж... Вы не всегда можете понять, кто хороший, а кто не... Нет... Я не хороший парень... Но я с ними борюсь... И знаешь что? Ты тоже... Ура! Вот и настрой... Сарказм всегда выручает, когда с тебя схватят за яйца... Короче, я хочу, чтобы ты для меня выяснил все, что... Знаешь, человек по имени Олег... Какой-то там... Он живет на... И... А если откажусь... Я передам твое дело критинам из ФРБ... И организованная преступность примет на тебя... Закрушительный удар... Отправиться к нему домой... Если будут проблемы... Позвони по этому номеру... Ах, кто тебя зовут... Это неважно... Позвони мне... Как можно скорее... Иди, иди... И, кстати, добро пожаловать в Америку... Прямо как на родине... Именно так... Здесь он мне хотя бы заплатит хорошо... ОС газета... Интересно... Только куда... Пропала моя машина... Оказывается, Мишель вовсе не Мишель... Ее, оказывается, зовут Карен... Карен Дэниелс... Интересно, что там... Интересно, что там... Мне ли есть что-нибудь? Немного... В доме на участии... Есть только компьютер... Проверь его электронную почту... Перезвони, когда получишь любую информацию... О его текущем местонахождении... Поищите сведения... В этом ноутбуке... Ладненько... Ох, е-мое... Картинки какие здесь... Так, и чем... Где он находится? Интересно, как мне это узнать... На нас прошли... Вы пытаетесь опубликовать документ... Аж с ошибками... Вас суд за клевету... Немедленно... Так... Я не располагаю информацию... Которую вам нужна... Так... Давай не дури... Никто за тобой не следит... Твой телефон не просушивает... Тебя не пытаются... Отравить... Пить водку из бутылок... Питаться консервами... Веснить... Раз, кстати, встречаюсь с тобой... Буду ждать тебя возле... Ювелирного магазина... Видимо, он... Там сейчас... Скрывается... Тут приписьмо, в котором говорится, что он встречается с кем-то там нахолубич на Талла-Стрит... Отлично, я пришлю кого-нибудь за жестким диском... А ты отправляйся на Талла-Стрит и устрани его... Убивать? Даже не информацию собирать? Ты действуешь в интересах новых соотечественников... А еще пытаешься не изогреметь в тюрьму... А на случай это не убийство? Убери Минкова, потом позвони мне... Ну, хорошо... Где он находится? Полицейские рядом... Будет непросто... Чего ты ждешь? Выходи из машины, давай... Такая же машина, только не такси... И колеса другие, по-моему... Так, бар Владимира Глебова здесь у нас, которого мы прикончили в четвертой серии... Сокращенно, Влад... А-а-а... Василий, спасибо, что пришел... Василий, спасибо, что пришел... Я даже подумал, что это человек... Все... Он меня дожидался... Пока, братан... Черт, они разговаривают по-русски... Черт, они разговаривают по-русски... Наверное, это, видимо, русские... И они, кстати, разговаривают на русском лучше, чем Дмитрий... И... И... Михаил Паустин... Они, конечно, говорили немного с украинским акцентом, но... Все же лучше, чем в каких-нибудь старых фильмах, где... Американцы пытались по-русски что-то сказать... У них все на ломаном русском получалось... Блин, тут полицейские могут быть рядом... Поэтому это небезопасно... Сейчас стрелять по нему вот так... Ой, он виляет туда-сюда, зараза... Автобус проклятый... О, таксист, спасибо, что ты не уступил дорогу... Я тебе очень благодарен... Так... А, так, а, смотрите-ка, тут полиции нет... Проклятье... Он быстро едет... Скрыться ему от меня будет довольно легко... Причем далеко от меня... Да не, не очень... Нет... Где он? А, вон он... Мне кажется, его видел... Другие машины мешают мне... Вот ему никто не мешает... Это бесит... Как-то где же он... Господи... Проклятый... Взял мне дорогу, заблокировал... Я щас... Я стараюсь не отставать... Но он уже далеко умчал, зараза... Открывая огонь на поражение ему... Хороший дрифт получился удачный, что мы сейчас никак не летали, но он долго ездить не будет, стой, капот открылся и ничего не вижу Наконец-то застрелян сразу Минков мертв, страна безопасности Это все ненадолго умер, никто не может быть в абсолютно безопасности Может вы что-то предотвратили, а может просто отстрочили, я буду на связи, пока Ладненько Роман будет отвечать на телефонные звонки, а? Роман пропал куда-то, я не понимаю, вот куда только Так, Мелори тоже сейчас нельзя позвонить Ладно, теперь отправляемся к Дуэйну Мы ни одного его задания еще не выполнили Надо бы это преисправить Субтитры сделал DimaTorzok А у Плейбоя заданий не будет больше Я помню, что их заданий Нам Нужно будет решить Убить Дуэйну или Плейбой X Я когда первый раз играл, я Дуэйну убить решил Ну, теперь я решаю, что надо будет убить Плейбоя, потому что тогда мы получим новую квартирку А при убийстве Дуэйна мы получим только 25 тысяч долларов Я тогда не знал же О, ты один? Да, ты как? Охрененно, а как ты думаешь? Да, жить с прошлого тяжело Да, особенно если настоящий в полной жопе Что за дерьмо? Больше никто не хочет иметь со мной дело Будто я покажу В смысле? Плейболь больше со мной не тусуется Теперь он платит тебе, чтобы ты приезжал Моя девчонка, любовь, все имеют сраные жизни Блин, я такие комбинации в Креге проворачивал Только для того, чтобы достать ей А теперь она даже на звонки не отвечает Я бы дал ей все, пока был за решеткой Машины, дома, квартиры, банковские счета, все Я слышал, что она теперь тусуется с Джей Ваном С Киям? С одной из тех сволочей, которые слишком Он сейчас может не иметь к моему сроку никаких отношений Я не знаю, что за мрак Что это в мраке, теперь он трахает ее Правда? Дело дрянь, мужик Иногда мне хочется положить конец всему этому дереву Просто бах, сделать Но до этого я не дошел еще пока Пока нет Слушай, почему бы тебе не пойти с ней и не поговорить Не нам не о чем разговаривать Тогда я пойду и поговорю с ней Я пойду, чтобы они вернулись деньги А если откажутся, что я их заставлю Я не зависаю Зале игровых автоматов в китайском портале Слушай, мужик не стоит, не стоит Мне все-таки за это платит Там уже ты напоминаешь мне себя самому Да, примерно то же самое, что с дочерью Фаустина Происотворится сейчас что-то Блин, далековато Такси, 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 такси Какое-нибудь Да, вот на этом с радостью Хочу поехать Да Да Нифига себе, 8-битные фигурки Так это и есть дедник, который гуляет с Дуэйной Форши Который мотал срок Ему нужны его деньги Черт, Дуэйн вышел из пляги Он, наверное, из бешенка Мне нужна не ты, мне нужен этот мудак Мудак Как же я его догоню, он Едет на байке, он очень быстро едет Она все-таки была любовью в жизни, Дуэйна Я убивать ее не хочу А вон он едет, я от него это не отстаю совершенно Проклятье Вставай, вставай Да что же это такое, а? Я все равно не отстаю от него на удивление Это очень удивительно Может это тоже пропащий какой-нибудь Просто он на байке ездит На таком байке, на которых ездят пропащие Очень прям похожие, я не знаю Да постой, ты мерзкий, зараза Едет быстро достаточно, он Машина едет медленнее мотоцикл Но его можно застрелить, пока он там едет на мотоцикле Какую гранату, я тоже Не, это только не полицейские, блин Эй, Дуэйн, я получил тебя единение Давай встретимся в плагин Белл, тебе их там и передам Отлично, до скорого Ты молодец Сделайте так, что у вас перестала полиция искать Ну ничего, сейчас я тут постою немного, и она меня перестанет искать Где? В Кулакин был Ну, не сильно далеко, конечно Все-таки мне так интересно, куда делся Роман? Роман 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 а чтоб это не веришься христоте куда я иду даже не в филе я получил свой долг они заплатили что ж похоже мое имя все еще что значит люди еще помнят за то что я избавился от джейфона но твою бывшую я спустил эту дуру в шерест она человек поднимается она всегда говорила мне что я сгорю ее пламя схоже тебе ее нужно послушать я рад что она осталась жива хотя конечно она идиотка удачи тебе можно еще повыполнять его задание да ладно направимся к патрику мы уже в следующей серии если вам понравилось это видео то обязательно поставьте лайк подписывайтесь на мой запасной канал и группа вконтакте всем пока а а а а Продолжение следует...